Друзья, всем привет! С вами канал Будды Гришна. Я напомню, что вчера стало известно об интервью еще от 2019 года актрисы Елены Антоненко, советская актриса, которая потом уехала в США. И вот еще в 2019 году в своем интервью она рассказала о комсомольской правде, о том, что ее домогался табаков. Это она рассказала с ее слов. Он ее просил показать сисечку. Все дело в том, что после этого интервью вышло несколько уточнений ее же, где она говорила, что ее неправильно поняли. Правда, параллельно она рассказывала, что после этого ее интервью ей стали раздаваться звонки, звонки от знакомых, от бывших коллег, которые сто лет почему-то ей не звонили, от неизвестных людей, доброжелателей, что называется. И она почему-то решила рассказать о том, что все было не совсем так. Оказывается, табаков действительно в кабинете хотел помочь ей с трудоустройством и сказал, что у тебя ретивый характер, что называется. А если вот кто-то из, что называется, художественных руководителей театра попросит тебя показать сисечку, что имеется в виду со своим характером, ты же ведь откажешься. И она говорит, я просто подумала, что это он, может быть, он мне как бы намекает, и выбежала в страхе и так далее. То есть очень красиво ушла от этого. Ну, на фоне заявления Ани Лорак и того, что Амиладзе, да, когда она в передаче «Хорчевника. Судьба человека» сказала, что он мне сделал предложение, лежащее в личной плоскости относительно моей карьеры. Она говорит, ну, мы же все взрослые люди, мы все понимаем, о чем идет речь. Значит, все взрослые люди поняли, и все взрослые люди поняли, когда через неделю налоговая стала проверять шоу-бизнес, почему-то именно Аня Лорак приступила к ликвидации ее компании. Все все поняли. Почему, собственно, и Лорак тоже отказалась от своих слов, сказала, что ее неправильно поняли. Хотя что там неправильно понять можно, я не знаю. В данном случае Антоненко поступила так же. Это было еще за два года до заявлений Прокловы, которые она сделала. Проклова не называла никаких фамилий, я сразу хочу сказать. Тем не менее, люди тоже сопоставляя, подписчики, СМИ сопоставляя еще что-то, пришли к тому, что это мог быть, мог быть, люди писали «Табаков». Значит, но сейчас это реанимировали, эту, так сказать, публикацию. Более того, сокурсница вот этой актрисы Антоненко, которая также училась у Табакова, заявила, и абсолютно, так сказать, она откровенно заявляет сейчас, что он домогался и ее тоже. И более того, она рассказала, что он даже говорил о его романе с Прокловой. То есть это, она как бы подтверждает, что у Табакова с Прокловой был роман, хотя она говорит, он же был старше на 30 лет и так далее. Значит, друзья, все дело в том, что вдова Табакова, значит, Марина Зудина, справедливости ради, нужно, я думаю, сказать, так сказать, и ту сторону, и эту, значит, находится в полном шоке от таких заявлений. Несмотря на то, что, опять-таки, с ваших слов она сама в довольно, я так понимаю, юном возрасте начала отношения с Табаковым, тем не менее вдова Табакова ответила на слухи о домогательствах артиста и нанесла ответный удар, что называется. Значит, вдова российского режиссера театра и кино Олега Табакова, Марина Зудина пишут, назвала клеветой обвинения в адрес артиста, ни больше, ни меньше. Ранее бывшая ученица Табакова, как я уже говорил, Елена Антоненко, обвинила артиста в домогательствах, она заявила, что при поступлении в МХАТ режиссер предлагал ей обнажить грудь. Не совсем так, не при поступлении, когда она уже отучилась, ей нужно было трудоустроиться, и она подбирала театр, а что называется, почему к нему пришла, потому что еще до поступления она была им приглашена, он отбирал московских, так сказать, школьников, школьницам для съемок фильма, и выбор пал на нее, что называется. То есть они были знакомы с того времени. Зудина уверена, что все обвинения в адрес ее покойного мужа попросту клевета. Вот что она говорит, бред какой-то, я даже не знаю, кто такая, это Елена Антоненко, люди с другой планеты, я это даже не обсуждаю, заявила вдова Табакова в интервью Пятому каналу. Значит, ранее актриса, пишет ура.ру, Елена Проклова также сообщила о пережитых в молодости, домогательствах, сообщает телеканал 360, тогда многие артисты решили, что Проклова имела в виду Табакова. Еще раз скажу, она фамилии не называла. Олег Табаков долгие годы являлся художественным руководителем и директором ХТ имени Чехова. Народный артист кончался 12 марта 2018 года, пишет Царьград. Друзья, ну что здесь можно сказать? Ну, естественно, естественно, что Зудина не скажет ничего другого. Неужели она возьмет и скажет, что вы знаете, друзья, я сама была достаточно юна, когда познакомилась с Табаковым, и я просто забеременела, и поэтому, так сказать, ну это мое мнение уже, я высказываю, это субъективное оценочное мнение, и поэтому, так сказать, когда разговоры идут, я узнаю в них себя, и, собственно говоря, мне не очень это все приятно и так далее. Естественно, она скажет, что это клевета. Естественно, она скажет, что это клевета. Другое дело, может ли она знать, что то, что сообщают эти люди, это правда, и, что называется, говорит, что это клевета. Может ли она не знать о чем-то, что делал Табаков и так далее. Но вы знаете, когда я вчера думал об этом, ведь Проклова, не называя фамилий, сделал очень хитрый, и, как я вчера, решил для себя очень умный ход. Вы знаете, она рассказала все так, что она понимала, что она вроде как и под суд не попадет за клевету. С другой стороны, сопоставляя, она понимала, что люди поймут по годам, где она снималась, как она максимальную информацию дала, что люди поймут на того, на кого поймут. И вы знаете, когда, видимо, те, кто давал интервью ранее, отказывались от слов, и понятно, наверное, почему они отказывались, потому что какие-то доброжелатели названивали, сейчас почему начинают говорить, это ящик Пандоры открыла Проклова просто-напросто. И теперь мне понятно стихотворение Гафта, которое он посвятил Табакову, сказав, что не слишком, так сказать, там что-то такая суть, что не слишком высоко взбирайся, придется когда-то больнее падать, вроде того. Я думаю, что в актерской среде мужчины общаются друг с другом, слышат тем более, что-то знать мог Гафт. Да я думаю, все абсолютно. И понимая, что происходит, он мог понимать, что когда-то это, что называется, может выплыть наружу. Еще раз скажу, никто ничего не утверждает, никто ничего не доказывает, никто не говорит, что Табаков кого-то домогался. Я говорю о тех свидетельствах этих девушек, которые публикуют в СМИ. И, собственно говоря, никого ни в коем случае ни в чем не обвиняя, не подозревая, только вот доношу информацию, которую публикуют в СМИ. Тем не менее, могу сказать, что я уже говорил неоднократно, это просто уже мое мнение, связанное с этим вопросом, тело женщины это храм, и никто не имеет права войти в этот храм, что называется, знаете, каким-то таким насильственным путем, или тем более негодяй, мерзавец и подонок, тот мужчина, который, понимая, что женщина находится от него в зависимом положении, будь то устройство на работу, будь то распределение ролей, будь то в семье, вы знаете, в семье полно такого, когда женщина находится, например, в зависимом положении, финансово, например, дети и так далее, она понимает, что очень сложно, кто-то решается на то, чтобы уйти в неизвестность, кто-то побаивается, но тем не менее, мужчина, понимая, что женщина зависима, выходит из берегов и творит просто абсолютно беспредел, беспредел творит реальный. И я считаю, что мужчина должен, наоборот, более внимательно и трепетно относиться в этот момент к женщине, понимая, что в зависимом положении находить. Это культура отношения полов друг к другу. Опять-таки возвращаемся к Бузовщине, Моргенштернщине, Дома-2 и так далее. Вот сейчас мы говорим о взрослом поколении советского времени, там было воспитание, там была идеология и так далее. Сейчас поколение Дома-2, когда они вырастут, постарше станут, это когда от мужчин будет что-то зависеть, это будет, я думаю, вообще просто. Потому что свободные отношения настолько пропагандируют. Ну, Дом-2 же у нас учит строить любовь, да? Крах института семьи на фоне того, как Дом-2 учит строить любовь. Ну, видимо, так хорошо учат, что крах института семьи фактически, потому что все практически разводятся, да? Поэтому никто не может нести ответственность за то, что есть брак, есть дети, и нужно понимать, что это ответственность. Никто ничего не хочет делать. Путешествовать, яхты, моря и океаны, красивые фотки в инстаграм, и до свидания. Больше никто ничего не собирается заниматься. Страшно абсолютно, что ждет нас. Ну, а здесь я могу сказать, что последний подонок и мерзавец только может пользоваться женщиной вот в таком ключе. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Пишите ваши комментарии. Скоро будет прямой эфир в инстаграм. Будда Гришна, нижняя подчеркивание, единичка на латинице, или на русском Будда Гришна. Рядом три российских флага. Вбивайте в поиски инстаграма. И это мой инстаграм. Подписывайтесь. Будем общаться, задавать вопросы, обсуждать разные темы. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok